Ну, глобально, кажется, мы примерно встречались в это же время, прямо в этом же зале, примерно в том же составе. Народу, кстати, было меньше, что не может не радовать в этом году. Что поменялось? Я не знала, что делать со своей презентацией, но поскольку тупик в забрешенных саркомах, что-то поменять за год в лучевой терапии. Но мне это удалось, поэтому если это удалось и мне, то я уверена, что химиотерапевтам и хирургам точно удастся что-то поменять в своих презентациях. И мы на самом деле еще раз обсудим, несмотря на то, что это крайне редкое заболевание, я не знаю, оно подходит под определение орфанное заболевание или нет, но я думаю, что точно туда подходит 100%. Орфанное заболевание, редкая опухоль. И мне кажется, что именно для них, наверное, максимально правильно нужно искать вариант лечения, поскольку они все эксклюзивные. Чем мы, собственно, и займемся. Поэтому я с невероятным удовольствием хочу предоставить слово Максиму Петровичу Никулину, ведущему специалисту в этой области, который скажет нам доклад на тему метастаза забрешенных неорганных сарком. Что же нам делать? Я смотрю, радиотропическое лобби вообще в зале сильное, поэтому... Нет, и хирургическое тоже, если вы посчитаете количество хирургов, молодых хирургов, их может быть будет большинство. Так что не надо... Ну, а вы просто неопределившиеся, которые не были в нашем отделении. Марина Васильевна, вообще после ваших слов, мне кажется, что я... Мы с Миколей Граньевичем неправильную профессию выбрали. Вот. Да, Миколей Граньевич. Да, надо в радиотерапию уходить. Вот, поэтому после ваших слов трудно что-то добавить. Добрый день, уважаемые коллеги. Действительно, если бы несколько лет назад мне предложили такую тему, как что делать при метастазе забрешенных сарком, я бы даже не зашел в этот зал и сказал, что химиотерапевт, лучевый терапевт, занимайтесь этим делом, а наше дело уже сделано. Потому что если у пациента появляются метастазы, пациента опируют бессмысленно. Однако накапливаются результаты, и мы хотим переосмыслить эту тему. И давайте из истории вопроса. Метастазы солидных сарком опируют уже довольно давно, правильно? 90 лет, вот в статье, посмотрите, пациентка рак почки, у нее выполняют нефректомию, выполняют лучевую терапию на метастаз, и буквально через год у пациента возникает рост этого метастаза, удаляют часть легкого, и пациентка 5 лет живет без метастаза. Можно ли мы экстраполировать эти результаты на завершение саркомы? Что я сделал в первую очередь, когда мне задали такую тему? Конечно, первое, что нужно посмотреть, это анализ ситературы. И посмотрите, если вы в подмеде наберете слова завершения саркома и метастазоктомия, то у вас высветится всего 10 статей. И посмотрите, количество пациентов в этих исследованиях варьирует от 1 до 15. Можно ли сделать на этом основании, что этим больным надо удалить метастазы? По-видимому, результатов слишком мало. Давайте определимся с терминами. Я столкнулся с тем, что термин как метастаз примителен к совершенным саркомам применяется не всегда однозначно. Если у пациента первичная опухоль располагается... Синим кружочком обозначена первичная опухоль красным рецидив. И если у пациента возникает рецидив в той зоне, в которой была первичная опухоль, мы точно говорим, у пациента местный рецидив. Если у пациента все равно несколько узлов в одной зоне, то мы говорим мультифакальный рецидив. И в выписке мы также пишем рецидив. Если у пациента появляется рецидив в другой анатомической зоне, то мы все равно говорим, что это рецидив заболевания. Однако мы понимаем, что биологически это уже совсем другой рецидив. И многие зарубежные авторы говорят, что это метастаз. И наконец, когда у пациента появляются узлы по всей брюшной полости, мы говорим саркоматоз или метастазы по брюшению. Но тем не менее, мы все равно в своем выписанном кризисе говорим, что это рецидив заболевания. Вот именно, на мой взгляд, проблема в терминологии до сих пор остается, и у нас в этом есть большие разночтения. Первая статья, которая вот мне попалась, это метастазы хирургии медисимениным сарком. Обратите внимание, 92-й год и вывод, который делают авторы, что метастазоктомия показана или, точнее, улучшает выживаемость у пациентов с Грейт-1 опухолями и при коротком безрецидивном промежутке. И мы до сих пор используем эти показатели через 30 лет как в своей практике, как возможность отбора для хирургического лечения. О чем мы говорим при гистологических формах при завершенных саркомах? Обратите внимание, что 60% завершенных сарком – это липсаркомы. На втором месте идут леями саркомы около 10%, и на остальные гистологические формы приходится от 1 до 5%. Что говорят рекомендации НССН при 4-й стадии? Действительно, что мы можем провести химио-лучевую терапию и перенести пациента в диктабельное состояние при условии контроля над первичным опухолем. А вот буквально майская статья, и здесь я впервые увидел слово, как хирургия Ольги Метастазов при завершенных саркомах. Статья 23-го года. И вот посмотрите, 10-летняя выживаемость – 90%, 70%, 70% при солитарной фиброзной опухоли. Локализация метастазов – интерабдоминальная. И в основном метастазы в легкие. Именно вот на этих отдаленных метастазах, мне кажется, и стоит сейчас сконцентрироваться. Тем не менее, метастазы бывают не только в легких и в печени. А вот обратите внимание, у меня появился случай метастазы забрюшенной липосаркомы в поджелудочную железу при синхронном раке желудка. Интересно, чтобы мы решили нашим ДТ, но японским ДТ решило проводить схему химиотерапии по схеме АИ. Имелся эффект, и через 10 месяцев у этого пациента возникли метастазы в кости скелета. Еще по поводу отдаленных результатов. Тысяча пациентов, у которых возникли 220-ти, выявили метастазы. Метастазы чаще всего метастазы возникают при лимосаркоме, при дифференцированной липосаркоме, и это возникает в первые 3 года. Опыт нашего центра. Одна из крупных работ, это работа кандидатская Виктора Ивановича Болотского. 228 больных за 40 лет. У 6 пациентов были выявлены метастазы. Всего у 6. Сразу вы можете мне сказать, что это определенная группа, это грейд-1 опухоли, причем у 4 больных выявили синхронность передичной опухоли, а у 2 отдаленные метастазы, мягкие ткани и легкие. Крайне редкая локализация и крайне редкий рецидив заболевания. Диссертация Бугаев посвящена забрюшимым лимосаркомом. Издичь частота метастазирования гораздо выше. У 46 пациентов из 64 возник рецидив заболевания. В основном это были метастазы в печени и в легких. 9 пациентов оперировано. У 4 выполнена типичная резекция легкого, у 1 резекция печени, у 1 рычья, у 3 удаление метастазов из других органов. На мой взгляд, экстренные операции являются моделью для оценки отдаемных результатов. И такие пациенты у нас были за последние 3 года. 2 пациента, я позволю себе привести пример. Пациент забрюшим лимосаркомой. В 2017 году выполнил удаление опухоли. Через 5 лет у пациента возник рецидив. Не просто рецидив, а с флотирующим тромбозом нижней полы и вены. Кроме того, у пациента выявили метастазы в легкие. Что делать с таким пациентом? Если бы не было ухлотирующего тромбоза, мы бы такого пациента наверняка не оперировали. Тем не менее, он поступает под Новый год, и мы его вынуждены оперировать по жизненным показаниям. На фоне 7 курсов гемтакса у пациента наступает улучшение, уменьшение основных метастазов и кислотная трансформация крупного метастаза. Таким образом, пациент уже живет 8 лет с метастазами. И наверняка, если бы мы этого пациента не оперировали, он бы погиб в ближайшее время. Еще одна пациентка уже с липосаркома, G3, с метастазами в легкие. Большая опухоль, которая располагается за брюшина, врастает в заднюю стенку желудка, вызывает дисфагию. Метастазы в легких, операция экстренная, мультивисцеральная резекция. И через несколько месяцев у этой пациентки возникает рецидив. Ей назначается химиотерапия, отрицательная динамика, потом больная переводится на эребулин и тробиктидин. И вы обратите внимание, что пациентка живет уже 3 года с удаленными метастазами в легких. Наконец, пример оливий метастазов, метастазы в печени. Эта пациентка была оперирована первично не в нашем сете, 48 лет. Через 9 месяцев после операции у пациентки возникают единичные метастазы в левой доле печени. Проводится 4 курса химиотерапии, стабилизация, и пациентка оперируется. Через 9 месяцев у пациентки возникает метастаз в другой доле печени, опять возобновляется химиотерапия. И мы сейчас рассматриваем вопрос о том, о локальных методах лечения. Правильно? Нет. Правую долю печени. Тогда моя диссертация уже устарела, извините. Хорошо. Нет, это пример оливий метастазы в печени и пример локального воздействия. Ну, хорошо, что об этом сказали, я об этом, честно говоря, просто еще не знал. Сейчас онлайн консилиум проведем. Таким образом, есть хирургия экстренных показаний и есть оливий метастазы, которым тоже нужно применить локальные методы лечения. Данная литература довольно разнообразная, и проблема заключается в том, что группы с пациентами с мягкотканными саркомами включаются в пациенты с заброшенным саркомом. Поэтому вытащить оттуда информацию именно по заброшенным саркомам очень тяжело. Тем не менее, обратите внимание, это большой анализ двух тысяч пациентов, у которых возникли 250 метастазов, и которым проводилось локорегиональное лечение. И обратите внимание, что пациентам, у которых выполнялось лечение локорегиональных метастазов, причем сюда включалась и хирургия, и облучение, и другие локальные методы, у них выживаемость была лучше. Конечно, мне скажут, что это отборные пациенты, что это ретроспективные исследования. Тем не менее, я думаю, что в решении на наших консилиумах эта информация будет полезна. Небольшие группы пациентов с метастазами в легких. И здесь тоже заведомо очевидно, что у пациентов в основном были пациенты с лемисаркомами заброшенными, тем не менее, вот три пациента с дефиренцированными леписаркомами. Тем не менее, медиана очагов была шесть. Вряд ли это подходит под определение ольгометастазов, тем не менее, удаляясь не только там единичные, но и множество метастазов. И в многофакторном анализе короткий промежуточный безреситивный период и размеры очагов больше 3 см являются неблагоприятными факторами прогноза. Мне представляется еще интересным случаем представить пациентке, которая тоже обнаружила в литературе. Вот смотрите, пациента дефиренцированной липосаркомы, стоящей из двух узлов. В паховом канале и в проекции поясничной мышцы. Пациентке назначается лучевая терапия, протонно-лучевая терапия. Не гимиотерапия, не операция, а именно протонно-лучевая терапия. И обратите внимание, что у пациентки ПЭТ-позитивная липосаркома. Через полтора года у пациентки возникает ПЭТ-негативный метастаз в правом легком и выполняется атипичная резекция торгоскопическая. А еще через полтора года выполняется левосторонняя тоже торгоскопическая резекция легкого, но уже метастаз ПЭТ-позитивный. На мой взгляд, тоже надо взять на вооружение вот эту вот методику, как ПЭТ-исследований, так и возможности локальных методов для и первичных заброшенных сарком, и для метастазов легких. Вы меня наверняка зададите вопрос. Я вам рассказываю, единичные случаи и транспективные исследования, были ли попытки рандомизированных исследований. И вот вы видите, что в 1996 году была предприняна попытка рандомизировать 340 пациентов, у которых удаляли метастазов легких. Один рукав – это операция плюс наблюдение, и второй рукав – 4 курса АИ, операция плюс еще 2 курса АИ. К сожалению, это исследование будет закрыто вследствие медленного набора пациентов. Публикаций, посвященных резекции печени, еще меньше. Вот сводная таблица, где можно увидеть, что пациентам с заброшенными саркомами удалялись в метастазе печени, и из них, если посмотреть первичные заброшенные саркомы, то здесь пациентов всего несколько десятков, от 5 до 50. А если проанализировать сроки, в какие оперировались эти пациенты, то оказывается, что в год в каждом институте оперилось, может, один, максимум два пациента. И еще вот одна публикация, которая тоже мне представляется, вот ее полезно представить, это пациенты с салитарной фиброзной опухолью. У пациентов, у которых выполнялась метастазектомия, у них выживаемость была лучше, ну а здесь выиграли пациентов в основном с салитарной фиброзной опухоли, это с локализацией на шее и голове, а пациенты с заброшенными опухолями, точнее у пациентов, которые в метастазе были на брошине, пациентов выигрывали гораздо меньше. Тем не менее, что интересно, что у этих пациентов довольно длительный период выживаемости, вы видите, время после метастазов, и медиана достигает где-то почти 55 месяцев. Поэтому я думаю, что пациенты с салитарной фиброзной опухоли, это пациенты, которые должны с нами рассматриваться на цитуредруктивной операции. И, наконец, в конце, анализируя данные литературы и данные наши личные опыты, я могу предложить, что нужно делать при заброшенной саркоме. Прежде всего, конечно, это нужно собирать мультидистормальную кассилию, потому что только совместное обсуждение оракальных хирургов, ходомеральных хирургов, лучевых диагностов, химиотерапевтов, лучевых терапевтов поможет нам выбрать правильную тактику. Выяснить, у пациента являются метастазы синхронными или метахронными. Оценить резектабельность процесса, оценить функциональную приносимость каждого пациента по отдельности. Основными клиническими факторами прогноза у нас должны быть сроки безоцередимного периода, гистологическая форма и индекс злокачественности. На мой взгляд, у таких пациентов с метастазами, как с первичными, так и метахронными, на первом этапе должна проводиться химиотерапия, либо в ожидательный период тактики, допустим, от 3 до 6 месяцев, как мы применяем при, допустим, браке желудка, чтобы оценить биологическое поведение опухоли, ну и, соответственно, выбрать более благоприятных пациентов для локальных методов лечения. Что имеется под ввиду под локальными методами воздействия? Это не только хирургическое лечение, но и лучевая терапия, и радиочасотная термоаблация у больных с благоприятными прогнозами. Наконец, необходимо помнить, что есть хирургия экстренных показаний, то есть пациенты, которых мы оперируем, должны по жизненным показаниям, это флотирующие тромбозы, ручение, либо кишечная непроходимость. Спасибо за внимание. Какие вопросы будут? У меня вопрос. Максим Петрович, приведите, наверное, пример, какой профиль больного, который бы Вы взяли на операцию по поводу метастазов лемиосаркома или липосаркома, в печени или в легкие? Смотрите, я бы выбрал пациента, у которого безрецидивный промежуток был бы не меньше полутора-двух лет. Это метастазы, которые должны располагаться в печени, либо в легком, в одном легком, либо в одном доле печени. Ну и количество метастазов, наверное, если по общепринятому принятию Ольги метастазов, не больше трех. Конечно, кому-нибудь сейчас скажут, а если будет четыре или так далее, пять. Все-таки это должна быть локальная зона, в которой мы должны, возможно, воздействовать либо хирургически, либо другие методы для лечения. То есть, ну, это, конечно, общий такой пример пациента. Он должен быть худым, он должен быть здоровым. Хорошо относиться к хирургам. И желательно не болеть. И желательно не болеть. Максим Петрович, вот смотрите, вот, например, у пациента метастаз в печени один, который, ну, допустим, можно даже сделать спичную резекцию. И при этом два метастаза в легких, но на них можно провести стереотоксическую лучевую терапию. Возьмите этого пациента. Марина Васильевна, вы сами ответили на ваш вопрос. Можно провести стереотоксическую терапию и на легкие, и на печень. Ну, вот в этой ситуации, если метастаз резектабелен, все-таки, вы бы к чему склонились? Вот смотрите, вот как раз здесь выступают все факторы, которые мы должны обсудить на самом деле. Все факторы. И возраст, и время безразивного периода, и локализацию, и джи. То есть все факторы. Вот сейчас вы мне скажете одно вводное, я вам скажу, давайте мне еще вводное одно, другое, третье и так далее. Поэтому пока мы не соберемся всем конституем, мы не определимся, это точно будет. Поэтому невозможно сейчас провести рандомизированный исследование, потому что этих пациентов мало, и каждого пациента мы не можем рандомизировать по десятку параметров. Это каждый пациент единичный. Я хотел вставить в свою презентацию доклад, точнее слайд, о том, сколько у нас пациентов таких. Я посчитал, что пациентов с метастазами на всю Россию придется где-то около 150. Всего? А если их различить на Ольге метастазы, то это будет 20-30 пациентов. Представляете, если мы этих пациентов будем, так сказать, как-то где-то искать или пытаться их подвести под общую гребенку. Это просто невозможно, на мой взгляд. Мне кажется, Максим Петрович подвел самый важный итог вообще в целом по всем саркомам, что это мало того, что орфанная болезнь, что здесь для каждого пациента нужно индивидуальное принятие решения, а уж тем более для метастатического пациента. Но вот я, допустим, для себя внутренне после вашего доклада убедилась, что метастазический пациент, ему однозначно нельзя отказывать в локальном методе контроля, если он возможен технически. У меня встречное предложение. Пациенту я показал пример для лучевой терапии протонной. У нас этих пациентов практически нет. Почему мы не облучаем пациентов с протонной терапией? Нет, ну смотрите, ладно. Это можно сейчас про протонную терапию говорить очень долго. На самом деле протоны – это всего лишь метод подведения дозы. Эффект абсолютно такой же, как при облучении электронами. Вопрос, какая доза придется на критические структуры, что для взрослых пациентов чаще всего просто не актуально. Поэтому тут весь, ну неважно, протоны это были бы электроны, весь вопрос в эффекте. Да, согласен, да. У нас просто на самом деле особо таких пациентов нет, у кого бы мы вообще рассматривали варианты у метастатических больных локального контроля. Их очень мало. Вот их за год-то просто не набирается, чтобы это глобально пообсуждать. Чаще это диссеминировано. Знаете, в подмеде вы не найдете эти стати. Их буквально приходится как изюм из булки вытаскивать, просеивая через целый хит, что называется. Максим Петрович, спасибо большое за интересное сообщение. У меня такой вопрос, может быть, я не понял. Скажите, пожалуйста, ваша позиция относительно олигами метастатического характера поражения. Вы будете рассматривать химиотерапевтическое лечение или непосредственно будете рассматривать в приоритетном порядке локальное воздействие? Нет, я почему говорю, что я бы начал с химиотерапии, для того, чтобы выждать период, не появится ли это еще метастаза. Значит, я правильно понял. Определить биологическое свойство. Если пациент с одним метастазом живет несколько месяцев или год, естественно, что повод его воздействовать более интенсивно, либо хирургически, либо аблацей и так далее. Вот именно период должен быть выжидательный, на мой взгляд. И вот исходя из этого, второй у меня последовательный вопрос. С учетом ответа вот этих метастазов на химиотерапию, если метастазы полностью, ну, есть положительная динамика, неполный ответ, частичный ответ, локальный метод, ну, отвечает. Локальный метод будете рекомендовать этому пациенту в рамках олигами статического характера поражения? Да, вот у меня последняя строчка была, что надо отбирать больных для локального, больных с благоприятным прогнозом. Опять же, вы меня спросите, а если не делать эти локальные методы, может, он проживет, и без моего локального воздействия? И поэтому опять мы придем к вопросу, что, а может быть, их рандомизировать на две группы? Ну, рандомизированный следует... Ну, по этому мы и говорили, что... Но я думаю, что опции для того, чтобы воздействовать радикально, удалить либо провести аплацию, на мой взгляд, они, так сказать, оправданы. Я к чему веду, я хочу просто тоже подвести для себя черту в две клинические ситуации. В условиях полного ответа на химиотерапевтическое лечение этих метастатических очагов. И в случае, например, если один очаг отвечает, а другой не отвечает. Вот, либо мы, иными словами, всех будем облучать, там, три метастаза после химиотерапии, вне зависимости от ответа на химиотерапию, или мы как-то дифференцированно будем подходить? Я вас сильно разочарую, потому что липосаркомы или имисаркомы полного ответа я никогда не видел, и даже, честно говоря, стабилизация наступает не так часто, на самом деле. Поэтому это считается пациентом с достаточно резистентным видом лечения. Но вы правы, что есть пациенты, которые одни очаги стабилизированы, а у других растут. Мы такой метод применяем для ГИСО, и причем довольно широко. Диссеминированных больных мы первым удаляем только растущий очаг. Поэтому вполне возможно, что этот метод можно принести и на саркомы. Ну, я гипотетически, конечно, говорю, поэтому здесь надо еще раз сесть и подумать, на самом деле. Спасибо большое. Останем еще. Да-да-да, Максим Петрович. Максим Петрович, спасибо вам за прекрасный доклад. Ничего-ничего, мы последним задерживаемся. Да, мы не спешим. Я вас, правда, ну, может быть, я не очень поняла. Пациент с ольгометастазом, любой забрюшенной саркомы, вы считаете, что ему надо проводить наодевантную химиотерапию? Вот скажите мне, пожалуйста, высокодифференцированная липосаркома, вот ему зачем химиотерапия в режиме АИ? Вот это, как бы, токсичность он, конечно, получит, но эффекта не будет. А вы мне больше данных дадите, пожалуйста? Молодая женщина с ольгометастазом, ну, скажем так, в другом отделе брюшной полости. Куда? Брюшная полость. Это рецидив. Рецидив. Так. Высокодифференцированная липосаркома. Так. Вы хотите сказать, что вы предложите ей проводить наодевантную химиотерапию? Нет, вот как раз, вот я, прежде чем свой доклад я начал, я говорю, что если у пациентов рецидив в животе, а не отдаленный метастаз, вот здесь, понимаете, очень тонкое понятие. Хорошо, в легком, бывает, очень редко, но бывает. В легком, тогда это уже не G1, это уже G3, поэтому я бы начал схимиотерапию. Ну вот, изначально там G1 было. А вот был G1, стало G3. Ну вот как вы поймете, что там было G3-то стало? А почему? Потому что вы видели, что по моим представленным данным, в одном слайде G1 вообще не метастазирует, там прямая линия, а в другом слайде там 3%. И то я думаю, что это недооцененный G1. Поэтому если метастаз в легком или в печени, это точно не G1, извините. Но даже если это G3, додифференцированный липосарком, частота объективного ответа максимум 9%. Я лучший химиотерапевт среди хирургов, поэтому я бы начал с химиотерапии, честно вам скажу. Хорошо, я пытаюсь. Итак, мы вас приглашаем каждый понедельник, четверг на 13 этаж. У нас почти всегда так. С 15 до 16. У нас обычно ожесточение. Ну, я тоже хотел несколько слов сказать. Безусловно, есть разные исследования по забрюшинным саркомам, по мягкотканным саркомам, но это чуть-чуть разные вещи, все-таки мягкотканные забрюшины саркома. По забрюшинным саркомам есть исследования, которые показывают, что и больше 12 месяцев безрецидивный период дает возможность, и в случае операции получаем хороший результат отдаленной выживаемости, который соответствует 50% пятилетней выживаемости. Конечно же, чем дольше, тем лучше. Чем больше безрецидивный период, тем лучше мы думаем, что прогноз у пациента, тем лучше биологические свойства пациентов. Ну, следует первое сказать, что много исследований, все они говорят о том, что нужно все-таки смотреть на анамнез, нужно смотреть, сколько безрецидивный период. Он точно должен быть не меньше 6 месяцев, а лучше, чем чтобы он был больше года. Надо смотреть, это экстра внепеченочный, внелегочный метастаз, потому что прогноз пациентов со внепеченочным, внелегочным метастазом хуже. Нужно, конечно, смотреть размеры этих метастазов, потому что по исследованию Замди Андерсон 2023 года размеры исходной даже опухоли больше 10 сантиметров, и точнее исходный размер метастаза больше 10 сантиметров является неблагоприятным фактором прогноза. При этом же в этой же статье подчеркивается независимо от количества метастазов в печени. Ну, и обсуждать, безусловно, пациентов на консилиуме, зная современные исследования, которые выходят, и обсуждать эти исследования на консилиуме, и обсуждать каждого пациента. Потому что на сегодняшний день забрюшенные саркомы, редкие опухоли, и мы не знаем, как их лечить. Мы только-только начинаем нащупывать то направление, и движение это непрерывное, еще долгое. Будете согласен. Максим Петрович, спасибо большое.